Ну сейчас из зимы в лето попасть-то легко, чем, собственно, многие пользуются, особенно на канюкулах вместе с детьми. Солнце, воздух и вода, это, конечно, Дима, хорошо, но нужно помнить, что перепад температуры может испортить весь отдых. Как пережить акклиматизацию и к чему быть готовыми по возвращении домой, подробнее Ирина Кистерева. Вот тут, я вот тут делал ножки. Еще недавно пятилетний Матвей лепил фигуры из песка, а сегодня уже из снега. Юный тюменец прилетел из жаркого Египта. В Африке провел январские каникулы. Организм перепад температуры почти в 40 градусов из плюс 25 в минус 15 перенес нелегко. Акклиматизация началась сразу. Во время разницы, что у нас 10 часов, там 7 часов они, получается, кушать ходили, а мы уже спать ложимся. А все равно, как бы, он в это время сейчас, ему очень тяжело ложиться спать. Вместо бассейна ванна. Ванной купается каждый день. Тоже в маске. Получается, только уши чуть-чуть облазят. Ну, как бы детским кремом мажемся, чтобы соно увлажнялось и не сохло все. Проблемы с аппетитом и сном – первые признаки сбоя режима. А еще путешествия с зимы в лето чреваты обострением хронических заболеваний – астмы, гайморита, дерматита и других. Важно в первые дни после прилета сразу обратиться к педиатру. Малышам до трехлетнего возраста не совершать путешествия из зимы в лето или, наоборот, из лета в зиму. То есть кардинально менять погодные условия. Потому как иммунитет еще слаб и может не справиться с резкой сменой климата. Как правило, после таких путешествий у ребенка может повыситься содержание гемоглобина в крови. Для этого лучше начать с докаливания малыша и всей семьи, для того, чтобы ребенок лучше перенес этот процесс. И еще нужно принимать витаминные комплексы группы А, Е, С и Д. Витаминная программа поможет восстановиться. Фрукты и соки необходимы именно в том количестве, которое малыш употреблял на юге. Лучше запастись апельсинами и мандаринами. И даже зимой продолжать прогулки на солнце. В детский сад необходимо предоставить перечень документов, несколько справок о состоянии здоровья ребенка. После прилета нужно сдать общий анализ мочи, общий анализ крови и кал на яйцах листов. Для растущего организма теплые страны все же полезны. Вот и Матвей за две недели вытянулся почти на 7 сантиметров и обогнал сверстников. Теперь карантин ему не страшен. Благодаря морскому воздуху иммунитет ребенка легче будет противостоять сезонным вирусам. Ирина Кистиева, Сергей Мякишев, Тюменское время. Продолжение следует...